Всем привет, ребята! Очень рада, что вы со мной смотрите меня. И сегодня видео-отзывы про книги Кумон. Я начала замечать такие книжки, вы наверняка их уже знаете и слышали, где название. Я начала замечать, что многие мамы-блогеры делают ревью, да, они рассказывают про эти книги. Я так подозреваю, что это продается в России легко, можно купить, и становится популярным. В общем, я решила рассказать свое мнение, но перед тем, как расскажу про наши вот эти книжки, которые у нас есть, расскажу вообще, что такое Кумон. Это целая внешкольная такая программа, да, это не просто книжечки, это целый большой кружок дополнительных занятий для детей, которые поддерживают детей от preschool, то есть там вообще от очень маленького возраста, до high school. То есть у них, они сделали программу для всех возрастов детей, если так можно сказать. Это программа родная с школьной, да, программа в школе, и они очень похожи, поэтому когда ребенку очень-очень тяжело в школе дается какой-то предмет, ну, математика и английский, да, он идет в Кумон и там подтягивается достаточно быстро, потому что они, я говорю, очень родные, и Кумон все-таки он, как он, он сфокусирован на одном, и поэтому ребенку очень просто схватить это одно. Очень много детей, даже среди моих знакомых, кто посещает эти курсы. Я хочу сказать, что даже если вот не знаешь ребенка и занимаешься с ним в школе, и ты видишь, как он решает примеры, ты видишь, как он читает и как он занимается, как он читает, допустим, задачу и моментом схватывает, что ему надо сделать, ты можешь, в принципе, где-то подумать, что, наверное, он ходит вот в этот Кумон, потому что Кумон очень хорошо детей натаскивает на вот эти вещи. Нужно быстро понять задачу, быстро решить примеры, что мне тут мигает. О, zero minute. Про что я говорила-то? И по ценам это гораздо дешевле, чем если вы будете нанимать какого-то там преподавателя, который будет лично с вашим ребенком заниматься. Одно занятие с репетитором стоит 60-70 долларов за один час. А целый месяц Кумоне стоит там 100 долларов за предмет. Поэтому, ну и за 100 долларов ты уходишь туда, и тебе дают домашние задания, тебе помогают объяснять там, в чем у тебя ошибки, в чем недопонимания. Ну, такие вещи, в общем, тебя как-то сориентируют, и дадут домашние задания, закрепишь. Ты придешь там, если тебе непонятно, тебе снова объяснят. Ну, в общем, у них тоже есть такая индивидуальная работа. Все же, на мой взгляд, в Кумоне хорошо, что они очень сфокусированно работают. Если они, допустим, говорят, вот это the first grade, да, здесь additional. И здесь только вы найдете примеры. Причем примеры вы здесь найдете только на плюсы. То есть логично покупать еще и книжку на минусы, и идти ровно, да, с ними одновременно. Вот эта книжка, она поможет вашему ребенку натаскаться вот в плюсах, во всевозможных примерах в плюсах. Сначала она поможет разобраться вообще в числах до 100, да, здесь вот всевозможные упражнения. А через, наверное, это треть книжки занимает. А потом они уже начинают ориентировать вообще просто в примерах. 2 плюс 2, 3 плюс 3, 39 плюс 1, 40 плюс 2 и так далее. Все плюс, 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 вся книжка про плюсы. И даже на последней странице здесь, в принципе, вы найдете только примеры, плюсы. Они точно такие же, как и в середине книжки 9 плюс 4. Многие ходят в этот кумон и учатся вот этим вот навыкам, которые, безусловно, нужны в американской школе, потому что тут много тестирований. И это поможет ребенку очень быстро делать то, что, да, его просят на вот этом уровне, на первом классе, да. Так, вторая для старшего ребенка книжка называется World Problems. И эта книга просто с задачками, да, здесь вся книжечка от простых к посложнее, там, простые-то, с картинками, немножко слов, да, уже посложнее, задачки без картинок. И здесь вся-вся книга с задачами. Ну, к примеру, я не знаю. There are five used pencils and four new pencils. How many pencils are there together? И ребенок должен написать. Там, как бы, условно, вся книжка разбита на занятия. Вот, к примеру, один разворот – это одно занятие. Ребенок прочитывает, проделывает, а потом он должен посчитать свои баллы. Да, я своего ребенка, к примеру, проверяю, все ли правильно она сделала. Если да, она считает, сколько она баллов набрала за эту страницу. По 10 она считает. То есть, ее здесь сразу учит, как бы, считать по 10. 10, 20, 30, 40, 50, 100 баллов она набрала. Так. Вот посложнее не возьмем. There are six tomatoes for dinner. Two of them are bad. How many tomatoes are still good? Просто элементарные задания, но ребенок настолько натаскивается. Вот, прочитав задание, он легко сразу сориентироваться, что ему надо написать, и что здесь вообще к чему, и поймет вот эти вот слова, какие используются здесь. В общем, вот такая книжка. Мне, честно говоря, не кажется, что это надо. Я вообще очень рада, что я все-таки не отдала своего ребенка заниматься в этот кумон. Хотя у меня была такая мысль, надо, наверное, тоже сводить, тоже, ну, ходить на американский и на математику. Тем более, ну, мы не говорим на английском языке, а тут, как бы, и будет дополнительный такой буст. Но я этого не сделала, и сейчас я очень рада. Потому что эти задачи она может прорешать и дома, и не тратить там, да, целые деньги. Ну, после школьного времени, там пару часов все равно уйдет, пока доехал, пока приехал, час там, потом домашнее задание. В общем, я правильно сделала, что сэкономила ее время. Тетрадки пройдет, и на этом мы закончим с этим кумоном. Так, ну, и давайте вот для малышки, для своей я взяла тоже книжки. Ей сейчас три года, и я ей взяла книжки для самых маленьких. Она очень любит заниматься, и ей нравится сидеть и что-то делать, когда ее сестра делает. Поэтому я решила, в общем, ее взять. Но здесь элементальные книжечки, мне, кстати, они очень понравились. Здесь, например, вырезать. Она уже некоторое сделала. Здесь просто учат эти книжечки, эти задания даются, чтобы у ребенка была тверда рука, да, и он легко мог вырезать любые вещи из бумаги. Там от простых линий до, например, уже волнистых, вырезания квадратов, и здесь треугольников. А потом еще такой диплом, можно написать, что он прошел. Мне кажется, вот эти, кстати, для детей мне очень понравились. И вторая такая же книжечка маленькая, аппликация делает. То есть она должна вырезать и правильно приклеить потом. А, вернее, даже нет, здесь родитель должен вырезать, а потом приклеить ребенок. Такая книжечка. Мне, кстати, вот она очень понравилась. Здесь в конце уже посложнее. Тут можно такую пазл уже складывать. Здесь надо разобраться, каким образом именно треугольники поставить. Ну, все. Для детей мне, кстати, нравится, да. Так, что здесь у меня. И простые лабиринты. У меня старший ребенок очень любит лабиринты. И у нее же такие сложные лабиринты. Она делает в машинах, там, если он говорит, и недалеко она иногда делает. И маленькая у меня тоже хочет. Но ей вообще не под силу эти лабиринты. И она просто чирикает их. И я решила взять вот ей тоже такую книжечку. И тоже очень рада, что взяла. Потому что это то, что ей под силу, и то, что ей доставляет сейчас удовольствие. Ну, здесь, видите, самое первое занятие. Надо от стрелочки к звездочке прийти. Ну, и от стрелочки, уже обходя какие-то препятствия, дойти до звездочки. И так постепенно они усложняются. И самое сложное, что будет в конце, это будут уже вот такие, да. Зайти к русалке в голову, обойти все препятствия, найти, куда же ей войти, дойти до звездочки. Мне тоже очень понравилось. Вот такая, ребята, информация про этот кумон. Я не знаю, почему именно эта серия становится популярной в России. Потому что она настолько сродна просто с американской вот этой вот программой, которой не много кому, честно говоря, нравится эта программа. Эти тетради просто помогают очень хорошо ориентироваться в ней. И почему она становится в России популярной, я не знаю. Так что объясните мне, пожалуйста, в комментариях, почему же она становится у вас популярной. Еще такая вещь мне пришла в голову. Если вам все-таки интересно посмотреть, что же такое школа кумон, то я, наверное, для вас специально могу сходить в эту школу и отснять, да, что там внутри, и что они там делают, поотвечать на ваши вопросы, если какие-то у вас будут, и выложить в следующем видео. Так что, если вам это интересно, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, и я тогда уже буду думать, когда сходить в эту школу, посмотреть, что там, и снять, и показать вам. В общем, так, ребят, я пойду готовить ужин. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok